Здравствуйте! Это программа Актуальное интервью в студии Зайры Байчорова. Разговариваем о главном. Изучение и учет лесов, их воспроизводство, охрана от пожаров, вредителей и болезней, регулирование лесопользования, контроль за использованием лесных ресурсов. Сегодня поговорим о деятельности Синтукского лесхоза. У нас на связи директор ГБУ Ставропольского края Ессентукский лесхоз Евгений Алексеевич Петраков. Здравствуйте! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, как образовано и где находится Ессентукский лесхоз? Ессентукский лесхоз Ставропольского управления лесами Федеральной службы лесного хозяйства России организован в 1957 году на основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 14.03.57 года за номером 827-R и приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 27.03.57 года за номером 56. ГБУ СК «Ессентукский лесхоз» является подведомственным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. Лесхоз расположен в южной части Ставропольского края на территории Придворного муниципального округа. Административное здание ГБУ СК «Ессентукский лесхоз» находится в городе Ессентуки. Общая площадь обслуживающих в лесном фонде лесов составляет 11 574 гектара. И дополнительно к этому еще городские леса 256 гектар. А также мелиоративные защитные лесные насаждения, находящиеся в постоянном бессрочном пользовании, общая площадь которых на данный момент составляет 741 гектар. Евгений Алексеевич, а каковы цели, задачи и функции Вашего ведомства? Задачей ГБУ СК «Ессентукский лесхоз» является сохранение и усиление средообразующих, защитных, водоохранных, оздоровительных, санитарно-гигиенических и иных полезных свойств защитных насаждений и лесов. Сохранение биологического разнообразия на землях сельскохозяйственного назначения с расположенными на них защитными насаждениями. Охрана и защита защитных лесных насаждений и лесов. Обеспечение воспроизводства, влучшение природного состава и качества защитных насаждений и лесов. Повышение их продуктивности и производства семян лесных, древесных и кустарниковых пород. В соответствии с возложенными задачами ГБУ СК «Ессентукский лесхоз» осуществляет следующие функции. Владение и пользование участками защитных лесных насаждений, находящимися в собственности Ставропольского края. Обеспечение охраны защитных лесов, насаждений, в том числе тушения лесных пожаров, защиты от вредителей и болезней леса. Расскажите, пожалуйста, о федеральном проекте сохранения лесов. Он проводится в рамках федерального проекта «Экология». Вот как работает ведомство в рамках проектов этих? В связи с проведением комплексных мероприятий в рамках исполнения федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2019-2020 году было приобретено 16 единиц противопожарной техники и оборудования. На 2021 год планируется приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования в количестве двух единиц на сумму 860 тысяч. По этому вопросу уже заключены контракты. Два контракта и поставка оборудования будет произведена в апреле месяце. Так что с этим мы справляемся как бы хорошо. Еще согласно плану закупок на 2021 год, запланировано приобретение пожарной автоцистерны для тушения лесных и ландшафтных пожаров на базе полноприводного шасси. То есть все необходимое оборудование у лесхоза есть. Евгений Алексеевич, расскажите, пожалуйста, какие полосы, лесные полосы переданы лесхозу? Ну, согласно распоряжению Министерства имущественных отношений Ставропольского края, в 2020 году государственному бюджетному учреждению «Есентокский лесхоз» переданы миллиардативные защитные лесные насаждения. Общая площадь защитных насаждений составляет 741 гектар, расположенные в предгорном муниципальном округе, а именно в муниципальных образованиях поселок Ясная Поляна 16 гектар, станица Бекешевская площадь 100 гектар, станица Суворовская, второй участок площадью 282 гектара, поселок Саномер площадь 84 гектара, поселок Подкумок площадью 4 гектара, село Новоблагодарное площадью 24 гектара, станица Баргустанская – 161 гектар, станица Ясентукская площадь 61 гектар, и село Винсады – 7 гектар. На миллиардативные защитные лесные насаждения, расположенные в муниципальных образованиях, в селе Винсады, село Новоблагодарное, станица Ясентукская и станица Баргустанская, в 2020 году были разработаны проекты мелиорации земель, агромелиоративное устройство защитных лесных насаждений. В 2021 году, согласно этих проектах, планируются работы по проведению рубок ухода в объеме 20 гектаров. При проведении рубок ухода в защитных лесных насаждениях убираются сухостойные деревья, нежелательная пора, а также уборка ветровальных деревьев. Также были приобретены фотоловушки в количестве 9 штук для выявления лесонарушений и персональный видеорегистратор в количестве 3 штук. Для информирования населения и сельхозпроизводителей в мелиоративных защитных лесных насаждениях установлены информационные стенды, на которых указано, что за раскорчевку, незаконную рубку, разведение костров, выжигание сухой травы, повреждение насаждений, захламление и загрязнение земель, а также вывоз и свалка бытового и строительного мусора предусмотрена административная, уголовная и иная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края. Вот сейчас я предлагаю поговорить о лесонарушениях защитных лесных насаждений. Какие виды лесонарушения бывают? За незаконную рубку насаждений предусмотрена административная ответственность по части 1 ст. 8.28 Кодекса об административных правонарушениях наказывается штрафом до 4 тысяч рублей на физических лиц, на должностных до 40 тысяч рублей, а на юридических до 400 тысяч рублей, по части 2 ст. 8.28 с применением механизма влекут наложение административного штрафа на физических лиц до 5 тысяч рублей, на должностных лиц до 50 тысяч, на юридических до 500 тысяч рублей, а по части 3 ст. 8.28 влечет наложение административного штрафа в размере до 5 тысяч рублей, на должностных 50 тысяч рублей, а на юридических лиц до 700 тысяч рублей. А также уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка» равна повреждению до степени прекращения роста лесных насаждений или неотнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан и наказывается штрафом до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы до 2 лет и штрафом от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Уничтожение или повреждение лесных насаждений по ст. 261 УК РФ наказывается штрафом до 400 рублей, либо лишением свободы до 3 лет. Ну, видно, что у Ессентукского лесхоза достаточно много функций и задач, а вот кто эти функции и задачи выполняет? Давайте поговорим о кадровом составе Ессентукского лесхоза. Кто у вас работает? Ну, согласно штатному расписанию ГБВСК и Ессентукский лесхоз численность работников составляет 28 человек. Из них 12 человек инженерно-технические работники и 16 человек рабочие. Одно из основных направлений в работе является мониторинг защитных лесных насаждений на земельных участках и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Ставропольского края. Согласно приказу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края за номером 75 от 2.03.2020 утвержден порядок проведения мониторинга состояния защитных лесных насаждений. Мониторинг проводится ежедневно. Это состояние защитных лесных насаждений представляет собой систему оперативно-периодических и базовых исходных наблюдений за изменением качественного и количественного состояния защитных лесных насаждений с учетом воздействия природных и антропогенных факторов. При проведении мониторинга состояния защитных лесных насаждений выявляются количественные и качественные характеристики изменения площадей защитных лесных насаждений. При осуществлении мониторинга в состоянии защитных лесных насаждений необходимые сведения можно получить с использованием данных дистанционного зондирования, съемки и наблюдения с космических аппаратов и наземного транспорта. Второе. Наземных съемок, наблюдений и обследований. Третье. Материалов инвентаризации и лесопатологического обследования защитных лесных насаждений. Четвертое. Данных, представленных органами государственной власти и органами местного самоуправления Ставропольского края, в том числе в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Пятое. В результате обновления картографической основы, шестое. Съемки, наблюдения и обследования, осуществляемые в ходе проведения мониторинга защитных лесных насаждений в зависимости от срока и периодичности проведения, делятся на базовые и исходные наблюдения. Система мероприятий по сбору и обработке информации за состоянием защитных лесных насаждений с использованием наземных наблюдений. Или данных дистанционного зондирования земли. Периодические наблюдения. Система наблюдений по сбору и обработке информации за состоянием защитных лесных насаждений, проводимых во время вегетационного периода с момента распускания листвы хвои и до момента начала сезонной дехромации изменения цвета хвои. Или листья. В результате воздействия неблагоприятных природных и антропогенных факторов с использованием наземных наблюдений или данных дистанционного зондирования земли. Следующее. Оперативные наблюдения. Система мероприятий по сбору и обработке информации о текущем состоянии защитных лесных насаждений, проводимых в рамке не реже одного раза в квартал, или единовременные, связанные с наступлением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с использованием наземных наблюдений или данных дистанционного зондирования земли. Базовые исходные наблюдения проводятся в целях получения исходных показателей, характеризующих состояние защитных лесных насаждений, а также отсутствия таких сведений в пределах определенной территории, а также в целях оценки динамики происходящих изменений посредством сравнения соответствующих значений со значениями, полученными по результатам периодических и оперативных наблюдений. При подготовке итоговых материалов мониторинга состояния защитных лесных насаждений указывается, какие виды съемки, наблюдения и обследования использовались. Оценка состояния защитных лесных насаждений выполняется путем анализа ряда последовательных периодических оперативных наблюдений защитных лесных насаждений, направленности и интенсивности их изменений и сравнения полученных показателей со значениями базового исходного наблюдения. Евгений Алексеевич, скажите, а вот если говорить в целом, в Есентукском лесном хозяйстве наблюдается разрыв между площадями восстановленного леса и насаждениями, которые страдают от болезней, срублены или от пожаров? За последние 5 лет на территории лесного фонда числились погибшими 35 гектар лесных насаждений. На всех погибших участках была проведена сплошная санитарная рубка, подготовка почвы и посадка лесных культур. Также за вышеуказанный период было создано 7 гектар лесных культур на прогаленных и пустырях. А вот если говорить об условиях лесовосстановления, какие они? В течение какого срока молодые саженцы могут превратиться в полноценное дерево? Восстановление лесов включает в себя целый комплекс природных процессов, которые могут быть вызваны при помощи специальных мероприятий, как технологических, так и организационных. Данные процессы лесовосстановления заключаются в образовании на предназначенных для лесовосстановления территорий, так называемых, молодняков. Преимущества состоящих из главных лесных пород деревьев. Лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным и комбинированным способом. На основании проекта лесовосстановления лесами, осуществляющими рубки лесных насаждений в соответствии с лесным кодексом. Восстановление лесов процесс неторопливый и вдумчивый. Он требует знания, внимания, терпения, а также немалых средств и рабочих рук. Лес на вырубке или гаре может возобновиться и сам. Территорию займут светолюбивые и быстро растущие породы деревьев, так называемое естественное лесовосстановление. Естественное возобновление леса, процесс образования нового поколения леса естественным путем. Он позволяет восстанавливать леса сравнительно малыми затратами средств и рабочей силой, опираясь на силы природы. Когда же с самого начала в жизни нового леса принимают участие люди, это называется искусственным лесовосстановлением. Искусственное лесовосстановление – это создание лесных культур на лесных землях с целью воспроизводства высокопродуктивных насаждений, хозяйственно ценных и главных пород, а также сохранение и повышение природоохранных и других полезных свойств леса. Осуществляют посевом семян, посадков, сеянцев и саженцев. Проводят его прежде всего на участках, где возобновление леса естественное не дает хороших результатов и где необходимо обеспечить повышение продуктивности и качество насаждений за счет применения достижения генетики и селекции. В этом случае работники лесного хозяйства расчищают место, распахивают борозды, а уже потом сажают саженцы, выращенные в питомниках или сеют семена. В период до 10 лет проводятся рубки, уходы и осветления. Оставляются наиболее ценные с хозяйственной и природоохранной точки зрения породы. Дальше в период от 10 до 20 лет делаются прочистки, регулируется густота леса, удаляются лишние и погибшие деревья. В случае своевременного ухода за молодняком полноценную замену утраченному лесу мы получаем через 60 лет, что в 2,5 раза быстрее, чем отсутствие какого-либо ухода. Из нашей беседы понятно, что достаточно много мероприятий проводится по лесовосстановлению. Если вернуться в 2020 год, год выдался непростым для многих сфер, организаций и учреждений Ставропольского края. Как работал Есентукский лесхоз в 2020 году? Согласно плану работ по охране, защите и воспроизводству лесов на землях лесного фонда, утвержденного Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, в 2020 году были выполнены в полном объеме следующие мероприятия. Устройства противопожарных минерализованных полос протяженностью 250 километров. Основным местом их прокладки являются сосновые насаждения, созданные искусственно на территории Придгорного муниципального округа. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки и других лесных горючих материалов, выполнено на площади 70 гектар в местах, особо посещаемые жителями и гостями курортного региона. Устроенные противопожарные минерализованные полосы пятикратно в течение года обновлялись. Было благоустроено 4 зоны отдыха для граждан, пребывающих в лесах. Изготовлено и установлено 20 информационных стендов о мерах противопожарной безопасности в лесах. Пожароопасный период, начиная с февраля и по ноябрь, работниками лесхоза проводился мониторинг пожарной опасности в лесах. Для этого были разработаны 10 маршрутов наземного патрулирования участков лесного фонда. Из них два маршрута являются мобильными, а 8 маршрутов – пешие. При мобильном патрулировании используются малолесопатрульные комплексы, приобретенные в 2019 году по программе «Экология». На участках леса с расстроенными насаждениями, которых при обследовании было выявлено 30 гектаров, были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия. Уборка неликвидной древесины, объем которой составил 1849 кубических метров. Искусственное лесовосстановление было проведено на площади 7,9 гектар путем высадки саженцев сосны крымской трехлетнего возраста. За молодыми саженцами в 2020 году было проведено 5 механизированных уходов, а также двукратный ручной уход в рядах. Для создания лесных культур в 2021 году был подготовлен участок площадью 6,5 гектар. На временном питомнике лесхоза для воспроизводства лесов было выращено 25 тысяч стандартных трехлетних стейнцев сосны крымской. В 2021 году, я думаю, тоже будет та же деятельность у есентукского лесхоза. Какие еще мероприятия и акции запланированы на 2021 год? В 2021 году в государственном лесном фонде будут выполнены те же самые объемы работ, которые были проведены в 2020 году. А на переданных в 2020 году в миллиардативных лесных защитных полосах будут проведены следующие мероприятия. Рубки ухода, проходная рубка на площади 20 гектар. И еще расчистка площади лесополоса от кустарников и мелколесием тоже на площади 20 гектар. Ну что ж, программа подходит к концу. Евгений Алексеевич, спасибо вам большое за такой подробный рассказ о деятельности есентукского лесхоза. Спасибо, до свидания. Это была программа «Актуальное интервью». Не переключайтесь, оставайтесь с нами и смотрите свое ТВ. «Актуальное интервью»